Ямочный ремонт и как спастись от воды. Глава города лично проверил, как приводит в порядок улицу Парижской коммуны. С января восстановительные работы с использованием литого асфальта были выполнены на 57 участках. Таким результатом Владимир Шариков остался недоволен. Как и любого жителя города, у меня претензии есть к управлению благоустройства и к подрядной организации МОПСЖХ по темпам выполнения ямочного ремонта. Есть объективные причины, но мне кажется, что субъективные причины тут взяли вверх, потому что подготовить работу асфальтового завода на предприятии нужно было, конечно, еще зимой. В основном ямочный ремонт проводят ночью, чтобы не создавать пробки и не беспокоить автовладельцев. Днем работы внеплановые, которые требуют немедленного вмешательства. Мы на особом контроле, управление благоустройства сейчас докладывает, держим вопрос гарантийного ремонта дорог и по 200 заявкам, соответственно, подрядчики, которые в прошлом году выполняли капитальный ремонт дорожного полотна, полностью отчитались об устранении замечаний. Вместе с весной в город приходит вода. Из почти 300 километров автодорог Иваново только 30% оборудованы централизованной системой ливневой канализации. С потенциально опасных мест круглосуточно вывозят снег, а где уже начинаются подтопления, откачивают воду. Все необходимые нам проблемные зоны были пройдены. В общем-то, вскрыто более 375 ливнеприемных колодцев. То есть мы даже в данном случае перестраховались, потому что по опыту прошлых лет вскрывалось около 250 ливнеприемников. В этом году решили побольше обработать. Любую информацию о подтоплении на территориях общего пользования жителям предлагают сообщать по телефону Единой диспетчерской службы 41 18 10 или 32 41 43. На воду можно жаловаться круглосуточно. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.